Друзья, привет! Сегодня на обзоре новинка Xiaomi TV Box S второй генерации, то есть второй ревизии, версия 2023 года, которая только-только появилась на рынке. Сразу скажу, что ссылку на эту TV приставку вы найдете в описании под видео. Рекомендую заказывать у этого продавца, так как пришел этот товар мне буквально за 8 дней из Китая в Россию и упакован он был в качественный блистер. То есть с вашей TV приставкой в дороге ничего не произойдет. Также сразу скажу, что полноценный обзор на этот TV Box вы можете найти на Дзене. Прямая ссылка будет находиться в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. К сожалению, YouTube банит ролики с интерфейсом. Это очень важно для этой TV приставки посмотреть, что же нам предлагает Google TV именно на этом TV Box. Здесь есть особенности. Сначала поговорим про аппаратную начинку. Установлен здесь Amlogic S905X4. Это мощный процессор с 4 ядрами Cortex-A55 2 ГГц. Напоминаю, что на предыдущей версии Xiaomi TV Box был установлен S905X процессор. По поводу оперативной памяти здесь всего 2 ГБ оперативки и 8 ГБ внутренней памяти. Установлен графический процессор Magi G31, который является достаточно привычным для компоновки с процессором Amlogic S905X4. Здесь нет LAN порта, но через переходник Ugreen мы с вами получим скорость в районе 200 Мбит в секунду. Ссылку на этот переходник также я размещу в описании под видео. Потому как у тех, у кого есть кабель и отсутствует Wi-Fi 5 ГГц, это будет неплохим решением. По Wi-Fi здесь двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. По 2,4 он показывает скорость 86 Мбит. По 5 ГГц 250. Это отличнейшие результаты. 2,4 ГГц больше, чем средний результат у меня по каналу, который я замерял на других TV Box. То есть спокойно можно подключать этот TV Box по Wi-Fi и отсутствие LAN здесь как раз компенсируется высокоскоростными сетевыми модулями. Что касается операционной системы Google TV, пора нам уже с вами привыкать к тому, что на многих TV Box предустанавливается Google TV. Вместо Android TV плохо это или хорошо, можно долго дискутировать. По факту имеем, что имеем. Здесь из недоставков этой системы по отношению к Android TV в первую очередь это то, что нельзя передвигать рекомендации на главном экране. И поиск здесь работает только по YouTube. Но из особенностей прошивки здесь есть предустановленное приложение Patchwall. Это такой агрегатор различного онлайн контента из различных источников, которые подбираются исходя из ваших предпочтений. Там есть и сортировка. Рекомендую вам все это посмотреть на Дзене. Также там работает и поиск. В том числе можно искать голосовым поиском. Единственное, нужно будет нажать на этот голосовой поиск конкретно на экранную кнопку. Тоже вам это покажу. На приставке постоянный HDR есть поддержка HDR10 Plus и AV1 кодека. Кроме того, в прошивке реализована возможность управления громкостью и включением-выключением телевизора через инфракрасный порт, который также встроен в Bluetooth пульт, который поставляется в комплекте с этим TV-боксом. И реализовано это на достаточно хорошем уровне. Не нужно уже выбирать какая у вас марка телевизора. Просто направлять этот пульт на телевизор и можно будет управлять громкостью. На TV-боксе присутствует сертификация Widevine L1. То есть вы сможете смотреть 4К контент во всех онлайн-сервисах, которые нуждаются в таком сертификате для того, чтобы показывать видео в наилучшем качестве. Кроме того, есть здесь и лицензия Netflix. Естественно, предустановлен здесь и YouTube. Чуть позже, когда мы дойдем до анализа TV-приставки при проигрывании контента, я об этом вам расскажу. Естественно, 4К 60 кадров в секунду. Эта TV-приставка выводит без проблем. Единственное, здесь есть вопрос по приложению Xiaomi TV+. Он вынесен в качестве такого рекламного плюса на лицевой стороне коробки этой TV-приставки. И действительно, он здесь есть, но каналов там всего 20. Один из них не работал. И на самом деле, какие-то старые там ведут трансляции. Xiaomi TV+. Это приложение, которое поддерживает большое количество каналов. Там несколько их сотен должно быть. Но при этом идет подключение этих каналов. Они, по сути, бесплатные. Никакой подписки вам не нужно. Подключаются они по региональной составляющей. То есть, зависят от того места, где вы находитесь. Возможно, для России идет трансляция только 20 каналов. Никаких больших возможностей по настройке этого приложения я не нашел. Есть какая-то возможность подключения к бета-тестированию. Нужно отправить длиннющий код на какой-то электронный адрес в Xiaomi. Я это сделал. Результаты и обратной связи до сих пор не получил. Если что-то будет, я напишу в своем телеграм-канале. Подписывайтесь. Ссылка тоже будет находиться в описании под этим видео. Также, кстати, в комментариях можете написать, если вы хотите посмотреть на моем канале настройку под ключ этого ТВ-бокса. Либо сравнение его с Xiaomi стиком 4К. То пишите. Мне кажется, что сравнение будет интересным. Что ж, друзья, давайте посмотрим на коробку, в которой поставляется новый Xiaomi ТВ-бокс S второй генерации. Мы с вами здесь видим привычный оранжевый цвет для Xiaomi. И снизу здесь написаны все поддерживаемые сервисы. Это также Netflix, Prime Video, YouTube. И обратите внимание на Xiaomi TV+, про который я вам уже рассказал. Есть голосовой ассистент VT OK Google здесь. И заявлена поддержка Dolby Vision Atmos и поддержка HDR10+, которые я проверил. Действительно здесь это присутствует. Переключение происходит в автоматическом режиме. На обратной стороне коробки видим здесь описание Google TV. Это как раз-таки те каналы, которые я тоже рассказал, в каком виде в России представлены. И существует также поддержка Google Chromecast, которая позволяет вам запускать различные видеоролики с вашего смартфона. Запускаете на YouTube какой-то ролик. Нажимаете вот на кнопку Chromecast в клиенте YouTube на смартфоне. И автоматически происходит запуск на вашей ТВ-приставке. Смотрите это все на телевизоре. Что касается внешнего вида ТВ-приставки, то здесь на передней панели присутствует небольшой, неяркий светодиод белого цвета. Не будет он слепить ночью точно. Сбоку ничего нет, только есть надпись HDMI. Сейчас попробую сфокусироваться. Вот она здесь присутствует. Больше никаких портов ни с какой стороны этой ТВ-приставки нет. Есть все порты, которые расположены только сзади. Присутствует здесь аудиовыход. Это для подключения колонок и наушников. Есть выход на HDMI, USB-порт. И также есть выход на блок питания. Вот в принципе и все. Здесь больше ничего нет. На нижней крышке мы не видим никаких абсолютно диффузоров. Что касается вообще охлаждения этой ТВ-приставки, то замерить температуру у нас не получится, так как это сертифицированный ТВ-бокс. Здесь не подразумевается отображение температуры. Но так, потрогав ее рукой в процессе работы, могу сказать, что она не сильно греется. Несмотря на то, что диффузоров здесь охлаждения нет совершенно. Кстати, на вес эта ТВ-приставка достаточно тяжелая, тяжелее гораздо собратов, которые больше по размеру. В комплекте поставляется Bluetooth-пульт. Впервые, когда я взял его в руки, мне показался он очень удобным. Это происходит за счет вот такой вот сточенной здесь грани. Не знаю, будет ли это видно на видео, но она так как бы пульт не совсем прямоугольный. Он имеет некоторые округлости вот здесь и очень удобно лежит в руке. И также, кстати, могу сказать и про удачную развесовку. То есть, когда его держишь вот так в руке, уже когда вставлены здесь батарейки в этот пульт, то действительно испытываешь комфорт от его использования. Здесь есть кнопка включения-выключения. Вы можете включать и выключать. Ей также и телевизор, но поддерживается работа HDMI-цик, что означает, что при выключении ТВ-приставки будет автоматически через HDMI выключаться телевизор. То же самое касается и включения. Тоже проверил, это все работает. Есть кнопка голосового поиска, как я говорил. Это голосовой ассистент, который работает при удержании этой кнопки. Прорезиненный джойстик. Вы видите, что немножко он выступает здесь, как и остальные кнопки от корпуса. Есть кнопка ОК посередине для подтверждения выбора. Есть кнопка Xiaomi TV+, но учтите, что запускает он приложение Patchwall. И это очень здорово, если бы запускался отдельной кнопкой вот этот проигрыватель онлайн-телевидения, где всего 20 каналов, которые нам совершенно не интересны, они на иностранном языке. Было бы это очень печально. Хорошо, что запускается Patchwall. Там уже есть и наши онлайн-сервисы легальные, в которых можно посмотреть различный онлайн-контент. Кнопка назад, кнопка домой и кнопки для быстрого вызова приложений. Netflix, Prime Video, YouTube и кнопка запуска вызова. Списка всех установленных приложений. Тоже очень удобно. Здесь есть также и качелька регулировки громкости. Внизу написано, что это Xiaomi. И обратите внимание, есть все серийные номера. И даже здесь есть небольшая гравировка с информацией про этот пульт. Выглядит действительно круто. И чувствуется, что это фирменное устройство. За пульт однозначно плюс. Даже, в принципе, из рук его выпускать не хочется. Очень удобно им пользоваться. Кстати, хочу вам показать как раз-таки этот переходник Ugreen, с помощью которого вы сможете подключить свою ТВ-приставку к интернету. Здесь все просто. У него есть небольшой короткий USB кабель. И вы просто подключаете его в ТВ-приставку. Вот таким образом. После этого сюда достаточно подключить LAN кабель вашего интернета от роутера. И здесь у вас будет полноценное LAN соединение на скорости около 200 Мбит. Как я уже про это говорил. Кроме того, вы видите, что здесь присутствуют еще три USB порта. Вот сюда вы можете включать, например, USB донгл от R-мыши. Либо абсолютно любые флешки. Три порта в вашем распоряжении. Напоминаю, что ссылка будет находиться в описании под видео. Кому это интересно. Действительно, на одном USB порту и когда у вас отсутствует LAN соединения, такой переходник будет работать идеально. И подходит он для этого лучше всего. Проблем с ним нет. Повторяю, просто достаточно подключить. Никаких настроек установки приложений этот переходник не требует. Помимо пульта, также поставляется фирменный блок питания от Xiaomi на 2.1 Ампер. И, конечно же, достаточно такой толстый кабель HDMI для подключения ТВ-приставки к телевизору. По поводу автофреймрейта. Здесь он отсутствует совершенно. Нет ни системного, ни программного, ни полуавтоматического. Никакого автофреймрейта на этой ТВ-приставке нет. Если вам кто-то будет рассказывать про приложение ТВ Quick Actions, сначала задайте себе вопрос, где вы его возьмете. Приложение платное. Оплатить его в Play Market сейчас возможности нет никакой. И на самом деле это определенный костыль, который работает только в некоторых приложениях. И, по сути, глобальные картины для этой ТВ-приставки не меняет. Что касается синтетических тестов в оценке производительности, то в 3D-марке этот ТВ-бокс набирает практически рекордные 6000 баллов. Это второе место среди всех ТВ-приставок на S905 X4 процессоре после Mikul KM6 Deluxe, который набирал здесь 6100 баллов. Больше этих ТВ-приставок, то есть и больше Xiaomi ТВ-бокса, вот этой второй ревизии, ни одна ТВ-приставка, включая Yugus, не набирала. В Antutu результат поскромнее, практически 100 тысяч баллов набирает эта ТВ-приставка. По сути, это, возможно, связано с небольшим количеством постоянной памяти, но результат все равно достойный. Забегая вперед, скажу, что на этой ТВ-приставке можно без проблем играть в игры. Так что касается основного предназначения этой ТВ-приставки, проигрывания видеоконтента, без проблем оно проигрывает видео при 4К разрешении и 60 кадров в секунду. Это касается и YouTube, касается и любых видеороликов, которые вы можете запускать с флешки, подключив ее в единственный USB-порт, либо с помощью того же переходника Ugreen, с помощью которого вы получите интернет по кабелю, можно также использовать его как USB-хаб, там есть дополнительные 3 USB-порта. Как я и говорил, на YouTube AVI-1 кодек также здесь поддерживается. По интернет-телевидению, естественно, никаких проблем нет, в 4К-качестве проигрывается все без проблем. Голосовой поиск работает только по YouTube, и при этом на кнопку голосового поиска нужно нажать и удерживать ее. Простого нажатия будет недостаточно, ассистент попросит ее удерживать. То есть нажали на нее, сказали какой-то свой запрос, отпустили и начинается поиск уже по YouTube. Что касается игр, запускал я Xenoverk, это достаточно требовательная игра, и вообще даже микрофризов каких-то не заметил. Приставка достаточно мощная, подойдет также и для игр, достаточно будет прикупить только Bluetooth, геймпад. Bluetooth, кстати, здесь в версии 5.2 вместо 4.2 на предыдущей ревизии, поэтому проблем нет ни с пультом, ни с геймпадом. Начиная с версии 5, эти проблемы, как правило, отсутствуют. Что ж, друзья, как всегда, ценю ваше время. Здесь представлен только концентрат информации. Да, и YouTube, как я говорил, такие ролики сразу блокируют на канале. Поэтому основную информацию и обзор интерфейса, обзор приложений смотрите по прямой ссылке на Xen в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Что касается выводов по этой ТВ-приставке, естественно, могу ее рекомендовать. Это однозначно будет новым бестселлером. Как вы знаете, предыдущая ревизия Xiaomi ТВ-бокса продавалась огромными просто партиями. И думаю, что эта ТВ-приставка повторит ее успех. Учитывая, что здесь прекрасные сетевые модули, практически одни из лучших среди ТВ-приставок. Учитывая, что она достаточно мощная, как мы уже выяснили в 3D-марке, это второе место среди всех ТВ-приставок на процессоре Amlogic S905-S4. Нет никаких проблем с проигрыванием любого видеоконтента. Есть предустановленные агрегаторы видео из различных онлайн-сервисов. Есть голосовой поиск по YouTube. Без проблем ТВ-приставка позволяет играть в любые игры. Есть поддержка HDR10+. В общем, этот ТВ-бокс однозначно можно рекомендовать к приобретению. Напоминаю, что по ссылке в описании вы получите быструю доставку и качественную упаковку. Поэтому рекомендую приобретать у того продавца, у которого заказывал я. Действительно, скорость доставки впечатляет. Еще раз напоминаю вам о том, что вы можете написать свои пожелания относительно выхода настройки под ключ этой ТВ-приставки, если вам это необходимо. Также в сравнении с 4К-стиком от Xiaomi. Если же это видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал.